На московском картодроме «Микскартинг» состоялась церемония награждения победителей и призёров серии «Russian Endurance Challenge». Всего в минувшем сезоне на старт вышло 100 пилотов и 47 экипажей. В этом году мы провели 4 этапа единой серии, российской серии «Гонок на выносливость», и поэтому мы сегодня подводим её итоги. Любопытная деталь — награды для победителей были изготовлены из углепластика, того же самого, что применяется в производстве гоночных болидов. В начальном классе GT Lite первые два места сумели отвоевать пилоты «Мазда Картинг Академи», а бронза досталась команде «РК Спорт». Лучшей в классе GT стала команда «APR Team», на втором месте оказался экипаж команды «Мотор Шаркс» с номером 83, а на третьем «Тайм Фор БМВ» — экипаж под номером 98. В классе GT Pro золото досталось ядро «Мотор Спорт», о котором мы ещё вспомним. Второе и третье места поделили «Кэпитал Рейсинг Тим» и «Айуай Инжиниринг Мосполитех», машины для которой создаются в том числе силами будущих специалистов. Первый экипаж — это был, соответственно, Маруся GT, который собирается в лабораториях Московского политеху. Он собирается студентом под руководством Игоря Васильевича. Это была такая очень масштабная работа, и наши ребята, инженеры, так сказать, вообще погрузились полностью в весь процесс. Мы выехали на все четыре этапа. Это было очень круто. Вадим Верещагин, Татьяна Добрынина, Иван Пугачёв и Дмитрий Соловьёв из экипажа номер 44 сумели стать лучшими в классе CN. Впрочем, если твоя команда называется «Гонки и точка», другого выхода на подиум не остаётся. В категории CN Pro победу одержал звёздный коллектив, состоящий из Романа Русинова, Сергея Афанасьева и Даниила Квята. Спортсмены выступали под флагом G-Drive Racing. Два других призовых места достались SMP Racing, в рядах которой тоже хватало именитых пилотов – Сергей Сироткин, Виталий Петров и Михаил Алёшин. Ну а в абсолютном зачёте лучшими стали те самые золотые призёры класса GT Pro – Сергей Столяров, Ренат Салихов и Виктор Шайтар из команды «Ядрометр Спорт», выступавшие под номером 48. Мне вообще удалось там проехать в трёх разных классах, причём там на машинах портатив, GT3, GT4 и ещё и разных марок, поэтому я максимально, можно сказать, накатался. Следующий сезон будет ещё интереснее, потому что будет включать пять гонок вместо четырёх. Первая состоится в мае на Moscow Raceway, а заключительная – в Сочи в конце октября. Так что всё интересное ещё впереди. Продолжение следует...